всем привет с вами дэн и сегодня у нас на обзоре одна из моих любимых моделей востока давайте открывать коробку смотреть что внутри а внутри у нас инструкция а здесь уже конечно же сказано что за модель механизм сейчас посмотрим сейчас посмотрим так 198 b53 референс и собственно так я хочу еще сразу наверное открыть страничку по механизму механизм у нас 2415 ручной завод есть автоподзавод 19800 полуколебаний в час и 31 камень ну и самое главное конечно же у нас здесь и это афибия 1967 в ретро дизайне и теперь в бронзе уже эти модели выходили но самая первая модель вышла в 2017 году по моему как раз она была стальная раскупили сразу и потом уже за ней начали гоняться на вторичке у них также есть модель из титана и вот теперь в бронзе вообще серии обычно быстро раскупают поэтому многие подписываются уведомления да что вот эта модель есть в наличии там нет в наличии короче лучистый циферблат зеленые как раз наверно самая такая классная версия мне очень нравится и как мне кажется зеленые и бронза это такое вечно выигрышное сочетание вообще красиво конечно смотрится здесь еще классно что ремешок подобрали с оттенком как раз он во первых зеленым цифрам классно смотрится а во вторых с бронзой бронза у нас и на застежки застежка такая мощная тоже из бронзы и что видите уже корпус начал немножко покрываться патиной уже она такая вот кстати говоря что такое патина вот у нас застежка да видите она такая блестящая корпус уже немножко такое начинает быть обрастать своим собственным характером и вообще каждый бронзовые часы они в принципе не похожи на другие просто потому что патина по разному получается но те кто в принципе боится или там не любят именно бронзу когда она такая уже сильно патинированная это всегда можно легко вернуть первоначальный вид но в интернете почитайте очень много вариаций как сделать это можно сделать дома своими руками значит 1967 это собственно что это в 1967 году был заказ в мфсср и появилась собственно первая амфибия ну и в 2017 году как раз вот завод перевыпустил не перевипустила именно сделал модель в честь той самой даты так и появилась вот это вот амфибия 1967 ухты какой бизнес крипту один из вообще лучших везде наверное в этой ценовой категории очень крепкий очень уверенный супер класс здесь сапир во стекло выпукло видите искажения такие есть приятненькие винтажные что называется циферблат с эффектом солнечных лучей он такой яркий сэндвич то есть у нас на нижней пластине подкладки нанесена люминова здесь швейцарская суперлиминова c3 находится 200 метров водозащита и стоимость 37 тысяч рублей купить можно в интернет магазине мироном ссылку оставлю в описании к ролику до классические кстати говоря стрелочки от востока здесь они прям в тему мне не очень нравится и вообще вот этот циферблат для меня наверное один из самых самых интересных задняя крышка стандартная с глухая амфибия у нас это лимитированная версия вот здесь 25 часы из 800 ремешок достаточно толстый такой очень приятно плотный ремень класс так давайте глянем по размерам если возьмем по безелю получается у нас сколько 41 вообще весь корпус он больше как 40 до 42 без заводной головки высота с учетом того что стекло выпуклое 16 с небольшим ремешок 22 и от ушка до ушка максимальная длина 49 кажется часы достаточно массивными но на самом деле как видите по размерам в принципе то не такие уж они большие вот у меня запястье 18 с половиной здесь ремешок плотный разносится будет удобней ну такая да классическая у нас получается бочка широкие брутальные и со своим характером у нас на гранях зеркальная полировка а все остальное по корпусу сатинированная но в принципе это не имеет такого уж прям важного значения потому что патины будут покрываться и здесь качество полировки даже особо потом не рассмотришь но очень приятно все выглядит отличные грани без ли мне очень понравился прям класс суперлюминового покажу ближе концу ролика как это все светит давайте посмотрим еще по весу что получается так 140 с половиной вот такие они на самом деле увесистые достаточно тяжеленькие приятно будут на запястье понятно что у бронзы есть как фанаты как ярые фанаты так и противники которые боятся обычно что вот ушки будут например летом если рука потеет то это может немножко оставлять некоторые следы но это вопрос того нравится вам или нет если в принципе бронза не очень нравится можно половить титановые эти часы на сайте миронома можно может быть когда-то не пиву перевыпустит стальные посмотрим не знаю но как мне кажется вот именно если говорить про винтажные часы и вот часы с названием 1967 то наверное бронза здесь вот это самое то что нужно самое то что вот как бы в тему и когда они будут покрываться патиной то это будет еще больше такой эффект что касается зеленого оттенка то он вот при искусственном свете достаточно темный получается а если на солнце смотреть он будет ближе к изумрудному ну вот так вот может быть сейчас чуть больше понятно но в целом как мне кажется на фотографии вот если смотреть на сайте тоже миронома то по моему они там слишком ярко выглядят в реальности циферблат потемнее мне как раз вот такой оттенок нравится больше потому что ну вот с такими часами с бронзой с таким бруталом наверное яркий такой сочный изумрудный цвет не в тему а вот именно такой оттенок который здесь в реальности он лучше заходит круто так давайте смотреть макро видео потом будем подводить итоги так смотрим циферблат вот они как раз прорези зеленый цвет стрелочки логом лучи как раз здесь хорошо попали бакли и задняя крышка ну задняя крышка из нержавеющей стали ну что же как мне кажется это вот одна наверное самых интересных моделей востока которые есть на рынке сейчас те кто скажет что дороговато но это смотря с чем сравнивать если с другими моделями востока то да если с конкурентами скажем от различных микро брендов там зелос группа гамба и и и тому подобное они как раз примерно и по качеству соответствуют то они все будут дороже поэтому здесь в общем каждому свое выбирать вам мне эта модель очень нравится она реально классная она со своим характером она хорошо сделана она с отличными характеристиками плюс это мануфактурный механизм от востока так что это прям крутяк все на этом у меня все всем пока не забываем ставить царские лучшие на ютубе лайки с вами был дэн увидимся